Итак, вчера мы говорили про добавленную стоимость и пытались объяснить через это понятие экономический рост. В России использовали цифры, графики. У нас была также презентация профессора из Беларуси, которой господин Широфф очень насладился. И я немножко, знаете, смущена, поскольку у меня в презентации немного цифр. Поэтому я прошу господина Широффа меня извинить за то, что у меня будет презентация, которая, скорее всего, ему не так понравится. Но я всё-таки объясню, о чём я буду рассказывать. Я буду говорить про платёжные системы. И, конечно, если мы посмотрим на платёжную систему, на ту платёжную систему, которая существовала до марта 2022 года, система, которая работала на технологии SWIFT в российской финансовой и экономической деятельности, мы говорим о показании ноль, поскольку Россию исключили из системы SWIFT. И мне кажется, что платёжная система – это тема, которая не имеет практически значения сегодня. Но мы понимаем, что без этой платёжной системы российский рост российской экономики не мог бы произойти. Можно сказать, что роль управления потоками сходна с той ролью, о которой вчера говорил Юрий Шербанин, рассказывая о транспорте. Но у нас нет возможности рассчитать добавленную стоимость платёжной системы в функционировании и росте экономики. Итак, тем не менее, да, это размышление приводит нас к мысли о том, что платёжная система имеет неоспоримую ценность, но при этом невыражаемую в цифрах. Я задалась вопросом о том, почему мы даём какую-то ценность, признаём ценность этой платёжной системы. Во-первых, можно сказать, что с того момента, когда система стала глобальной, практически одной и той же для всех стран, то мы могли бы прописать ей нулевую стоимость, потому что это важно только для проведения сравнений. Теперь, когда у нас есть актеры, в частности, Россия, которые исключены в результате санкций из этой системы, мы видим, что у нас есть определённые негативные последствия, которые предполагались. Я буду говорить потом о том, как российская система проявила иммунитет по отношению к этим негативным последствиям, но задаёмся вопросом о том, как можно измерить это. Мы можем сравнить ситуацию сейчас и ситуацию до. И если отталкиваться от такой радикальной идеи о том, что на российскую экономику с ней должна была случиться крупная рецессия в 2022-2023 году в размере 10% в год. Мне это кажется не совсем нереалистичной идеей, поскольку если вернуться к тому, что происходило в 90-е годы, были действительно сокращения экономического роста в течение пяти лет примерно этого же уровня. Итак, мы можем сравнить и попытаться измерить ту потерю роста, которой России удалось избежать благодаря инновациям и спасению платежной системы. Я вам немножко расскажу подробнее о моих расчётах, но я бы сказала, что это около 10,5% в год – это ценность платёжной системы, которую ввела Российская Федерация для того, чтобы справиться с сложностями, вызванными исключением российской экономики из системы SWIFT. И я вернусь теперь к своим слайдам. Итак, о чём бы я хотела поговорить? Это размышления, к которым уже обращались российские экономисты в тот момент, когда вводились санкции. Это работы Светланы Перцевой и её коллеги Игора Туруева 2002-2003 года. И это посвящено текущей ситуации, связанной с платёжной системой. Со стороны Запада я не нашла пока исследований трансформации платёжных систем в России. И на самом деле решения, экономические решения были, я бы сказала, приняты практически без какого-либо теоретической оценки, экономической оценки возможных последствий экономических решений, политических решений, которые принимались европейскими властями. Эммануэль Тодд подчёркивает это в своей работе, которая во Франции была издана в начале года. И наши власти, по сути, довольствовались просто какими-то заявлениями. И мы знаем, что такие явления тоже могут, конечно, влиять на экономические механизмы. Здесь нужно учесть ещё, что в этом мире коммуникаций Запада даже военные иногда предполагают, что когнитивные какие-то явления даже превышают по значимости технологические или какие-то ещё. То есть на самом деле мы здесь видели больше какой-то коммуникации, чем реальных расчётов теоретических и научных. И теперь, если вернуться к тем результатам, которые мы видим за последнее время, даже в западной прессе мы констатируем, что прогнозы по изменению российской экономики не сбылись. То есть на Западе были сделаны ошибки в отношении этих прогнозов. И мне кажется, что нужно попробовать понять, как эти ошибки были совершены, с чем они связаны. Механизмы, которые привели к тому, что эти прогнозы не сбылись, в частности, в том, что касается денежной политики. И здесь нужно обратить внимание на элементы модернизации, в частности, платёжных систем. И я хочу также подчеркнуть то, что взаимоотношения между клиентами и управленцами платёжных систем чрезвычайно важна. Важна также роль различных акторов, участвующих в этих платёжных системах. И мы здесь увидим, что эта трансформация платежей на самом деле будет иметь и географическое, и геополитическое значение. И мы увидим такой мультиполярный финансовый мир, который строится вокруг группы стран БРИКС. Вот, наверное, на казанской встрече тоже это будет видно. Таким образом, та моя работа, которую я вам разослала, я в ней возвращаюсь к этому понятию платёжных систем. И это, на самом деле, нечто, что воспринимается как данность в экономической системе, то есть не рассматривается как-то более подробно. Хотя, на самом деле, это нечто действительно очень важное. Это целый институт, это некоторое общее благо, скажем так. И госпожа Набиулина в последнем интервью спутнику подчеркивает важность платёжных систем именно в нашем современном мире. И здесь она говорит именно во множественном числе платёжных систем. То есть, мы видели, что существовала единая платёжная система, платформа, неважно, является ли она российской, или западной, или китайской, или какой-то ещё. Так или иначе, она является краеугольным камнем всей финансовой системы. И мы в основном, конечно, всегда говорим о системе SWIFT, о которой так много говорят на Западе, и которую считали настолько основополагающей, что без неё просто российская экономика сразу обвалится. И почему я пришла к этой констатации? Скажем так, если платёжная система – это общее благо, то если накладываются санкции, или если страны исключаются из доступа к этому общему благу, то это представляет собой проблему равенства, справедливости внутри общей глобальной экономики. В то же время, это показывает нам, что есть некоторые асимметричные взаимоотношения власти, и это может проявляться в давлении. То есть, либо вы подчиняетесь нашему диктату, либо мы вас исключим из международной экономической системы. То есть, в соответствии с этим представлениями, российская экономика должна была обвалиться сразу. И мы видим здесь такой инерционный взгляд на платёжные системы. То есть, мы идеологически как бы закрываемся в этом представлении, и эта экономика, которая отказывается от динамики, становится статичной, стандартной, служит этому «князю», скажем так, в кавычках, и оказывается в этой ловушке отрицания реальности и реальной динамики. И поэтому, на самом деле, здесь мы видим гегемонию, асимметричные отношения и ошибку такой статичной, статической экономики, которую мы здесь констатируем. Здесь я говорю о том, что этот опыт, этот успех России показывает нам, что мы подошли к концу понятия «конец истории». Я знаю, что в основном экономисты не понимают этот переход, но этот российский сюрприз, я думаю, что вполне можно это называть именно так, это нечто новое для экономического мира и в целом для функционирования экономик. С точки зрения теоретической, мы здесь должны поразмыслить над экономической динамикой в целом. И я думаю, что вот этот труд Эммануэля Тодда «Провал Запада» – это тоже очень важное здесь размышление, потому что, может быть, именно об этом нужно сейчас думать. И это модель, которую можно было бы распространить на международную экономику. И вот система, платежная система как ключевой элемент российской устойчивости, о чем я здесь говорю, мы видим, что произошло импортозамещение и произошло замещение старой системы новой системой. То есть эта система дала России новые возможности за счет замены старой системы на новую. И это позволило прийти к экономическому росту. То есть первые санкции в 2014 году были названы возможностью для России в сельскохозяйственном секторе. А сейчас мы говорим уже и о промышленности, и о финансовом секторе, которые, конечно, являются основой экономики в целом. и поэтому этот переход к новой платежной системе позволил также перейти к новым трансферам, к новым платежным соглашениям, к новым взаимоотношениям, к новым связям и новым обменам. То есть это такие ключевые моменты устойчивости, ключевые факторы устойчивости. И при этом очень быстро были внедрены все эти новые меры, буквально за несколько месяцев. То есть на самом деле с теоретической точки зрения мы видим институциональную динамику этой системы и две характеристики здесь нужно подчеркнуть инновации и устойчивость. То есть по сути эти ограничения становятся основой для финансовых инноваций. И это в принципе мы видели из 70-х годов и в 80-х и 90-х годах в европейских экономиках мы знаем, что новые продукты, новые практики, новые способы управления зачастую приходят именно когда возникают какие-то ограничения. И здесь мы как раз видим этот эффект санкций на платежные системы, то есть это приводит к каким-то новым инновационным решениям. То есть большие крупные государственные банки, партнеры, такие как Китай и Иран, также были мобилизованы в ходе этой эволюции этих изменений. И здесь если мы сошлемся на исторические данные, если посмотреть на прошлые события, я бы сказала, что нужно обратиться к 2014 году, мы тогда уже увидели, слышали эти угрозы отключить Россию от SWIFT, и наверное эта мера была отложена как возможная мера на будущее. Далее в апреле 2015 года технически была внедрена возможность ввести новую систему платежных карт МИР, которыми могли пользоваться экономические реакторы в России, но на тот момент это была не единственная система возможная. Здесь кто-то может сказать, наверное, что такие взаимоотношения с российскими банками в ходе этой цифровизации можно сказать, что это такое цифровое партнерство. И это на самом деле символ карты МИР, это идея нового этого мира глобального защиты, заботы о надлежащем управлении, о сопровождении. Мне кажется, что это был очень сильный символ, сильное послание, и банки приняли эту систему. И мне кажется, что это как раз противоположно тому, что мы видим в финансовой и денежной системе в Европе. И в тот момент была предложена такая новая система, которая позволяла экономить время, очень быстрые платежи, новые возможности управлять личными средствами. И также для бизнеса можно получать смс-оповещения регулярные, можно оплачивать штрафы, можно оплачивать платные дороги, не останавливаясь, потому что ваш смартфон уже подключен к этой системе. И все это создало такую новую систему доверия, и это было нечто новое для западных наблюдателей. И вот я бы сказала, что это такое цифровое чудо и пример, о котором стоило бы задуматься тем, кто выступает за монетизацию финансовых систем в Европе. Если обратиться к институционным анализам, таким, как Williamson, мы здесь видим как раз преимущества для экономического роста. То есть это такие совершенно базовые понятия экономической теории. То есть если посмотреть как раз то, что говорила госпожа Набиулина, это иллюстрирует то, что я говорю, то есть вес национальных валют в обменах с BRICS сейчас достигает 85%, а два года назад он достигал всего 26%. То есть действительно есть количественный эффект, который связан с открытием к новым рынкам, к новым клиентам, диверсификация возможностей оплаты и все это приводит и к эффекту также качественному эффекту. То есть на самом деле это безопасность новых клиентов России и это дает новые возможности укреплять суверенитет для каждого из участников этого рынка. То есть это становится реалистичной вполне надеждой тот момент, когда на Западе это доверие сокращается. То есть мы видим постепенную дедоларизацию в новых платежных системах и в частности это касается БРИКС. Я хотела также сказать особо о теме устойчивости, жизнеспособности. То есть эта операция по переходу действительно в ней в рамках ее было важно принять все необходимые решения вовремя, не запаздывать здесь. Потому что конечно прежде всего нужно было избежать паники населения и именно на это и ставили на самом деле западные власти, что будут очереди в банках, что будет спекуляция. Но всего этого не случилось, потому что были приняты необходимые решения в необходимый в нужный момент и соответственно были приняты радикальные внедрены радикальные изменения, которые были необходимы. Я думаю, что здесь ключевыми стали инфраструктура и коммуникация, то есть объяснение. Я думаю, что эти сценарии может быть были проработаны заранее для того, чтобы они были максимально эффективными. И банковская система российская становится таким некоторым ульем, то есть мы видим в Европе на самом деле противоположную тенденцию, отделов банковских становится, физических все меньше и меньше, но здесь тоже, конечно, были развитые цифровые технологии, различные услуги, и при этом нет ощущения изоляции, потому что есть физические возможности встретиться с консультантом, при этом есть возможность также воспользоваться новыми платформами, новыми услугами, сопровождением в повседневной жизни, какими-то бонусами, бонусными программами и, соответственно, также услуги и для бизнеса, для небольших предприятий, ИП, как их по-русски называют, и это совсем не похоже на то, что мы в основном видим сейчас на Западе, потому что банки сокращают свои расходы и, соответственно, сокращают персонал и все меньше возможности поговорить лично с консультантом. таким образом эта финансовая среда вполне может быть устойчивой и здесь очень важно как раз сохранять доверие клиентов, потому что особенно если вспомнить российскую историю, мы понимаем, что это очень важный момент и здесь очень важно, конечно, чтобы все эти сети банковские были представлены и присутствовали везде и были доступны всем гражданам. То есть здесь очень важно, чтобы люди получали возможность получить эту карту мира и были уверены в том, что у них есть возможность откладывать деньги, они знают, что эти финансовые инструменты достаточно надежные и, конечно, этот механизм очень важен был здесь для создания этого доверия. То есть каждый клиент чувствовал себя в VIP, которому предоставляют всю необходимую самую свежую информацию. И в качестве вывода мне хочется здесь сказать, что здесь нужно сделать и теоретические, и практические выводы. То есть мы видим, что это форма доверия, это доверие, которое устанавливается между банком, владельцем счета, клиентом и консультантом банковским. А при этом в Европе мы видим тенденции к внедрению каких-то новых электронных платежных средств. Мы видим, что констатируется какой-то такой когнитивный диссонанс на самом деле. И мы пришли к этому из-за того, что была тенденция к сокращению издержек любыми средствами. И это приводит к нас к выводу о том, что без человеческого фактора ничего не работает, поэтому нам стоит здесь обратиться к российскому примеру. И в завершение хочу обратиться к высказыванию Эммануэля Тотто. Наш приоритет как граждан состоит в том, чтобы убедиться, что наши лидеры лучше знакомы с доктриной российской армии, чем с возможностями российских банков реагировать в случае их отключения от SWIFT. Большое спасибо за внимание. Буду рада ответить на ваши вопросы. Большое спасибо, Элен. Очень интересное выступление. Хочу сделать небольшой комментарий о последнем слайде. Мне кажется, о последнем этом высказывании. Мне кажется, они не знают ни того, ни другого, на самом деле. Но это мое личное мнение. Есть ли вопросы? Ну, здесь, конечно, такой интересный взгляд на ситуацию. Он не совсем соответствует моему взгляду. В каких моментах? Да, действительно, я полностью согласен с Элен в том, что в плане цифровизации российский финансовый сектор находится в лидерах в мире. Это действительно так. Но как рассматривать то, что произошло с изменениями в использовании платежных систем российскими экономическими агентами, я бы трактовал все-таки чуть-чуть иначе. здесь трудно оспорить тот факт, что транзакционные издержки российских экономических агентов в результате вот этих изменений, которые произошли, кратно возросли. И этот факт никак нельзя рассматривать с положительной стороны. да, высокие возможности, которые связаны с высоким уровнем цифровизации российского финансового сектора, позволили минимизировать общий ущерб разрушения старой платежной системы для России, но, тем не менее, нельзя не констатировать, что мы сильно потеряли в транзакционных издержках. Но потом я бы не переоценивал систему МИР. На самом деле очень много того, что говорила Элен про эту систему, оно к ней непосредственно не относится. Там надо различать, что такое национальная платежная система, что такое система МИР. В принципе, МИР – это такие же карточки, через национальную платежную систему сейчас проходят и платежи по тем же самым карточкам визы, там, мастер-карты и так далее, которые остались в России. Они все еще действуют внутри России. Там много есть разных нюансов, которых, видимо, Элена не знает. Ну, вот такой комментарий. Нельзя сказать, что для российской экономики вот эти платежные изменения – это благо прежде всего потому, что у нас заметно возросли транзакционные издержки. С точки зрения там тоже самой валовой добавленной стоимости здесь, конечно, большой вопрос, как там учитывается финансовый сектор, но как раз доходы нашего финансового сектора от этой новой финансовой логистики, они тоже кратно возросли. Но можно ли считать это вкладом БВП, поскольку вот эти доходы финансовых агентов – это достаточно серьезные расходы нефинансовых агентов. Вот такая ситуация. В принципе, да, мы с точки зрения цифровизации в финансовой сфере в числе лидеров, но говорить о том, что изменения пошли нам на влагу, я бы не стал. Спасибо. Мой вопрос связан с тем, спасибо, Олег. Профессор Волконский. Мой вопрос связан только с тем, что я очень мало занимался проблематикой банковско-финансовой и просто с моим незнанием. Вот, Элен, вы сказали о сокращении доверия к банковской системе на Западе. У меня просьба просто сказать чуть подробнее, вывести те факторы, которые на это повлияют. Спасибо. Да, я отвечу сначала Олегу. мне кажется, что такие исследования это просто первая попытка на самом деле начать размышления в эту сторону. То есть в научном сообществе платежная система воспринималась как нечто экзогенное и как-то не рассматривалась и даже не использовалась, может быть. то есть то, что госпожа Набиулина говорит об этой системе, тоже показывает нам, что либеральный мир финансовый тоже сейчас немножко по-другому смотрит на вещи, вот учитывая этот российский опыт. То есть, конечно, я немножко карикатурную здесь картину рисую, но потому, что мы настолько ожидали обвал российской экономики, что это было полным сюрпризом. И вот здесь как раз мы увидели, что есть некоторые элементы, которые позволили этого избежать. То есть, конечно, мы понимаем, что есть факторы, усложняющие взаимоотношения и что делать с рупиями, то, что вы только что обсуждали и так далее, конечно, все эти вопросы можно решить внутри БРИКС за счет просто каких-то внутренних соглашений. То есть, сейчас происходит, конечно, какой-то переход, и я думаю, что мы просто на первом этапе этого перехода, и мне хотелось просто дать вам этот пример, то есть, это как знак надежды, скажем, на возможность суверенитета, суверенности, национальных систем, и я понимаю, что ситуация меняется. И тут я как раз подхожу к вопросу господина Волхонского. пессимизм такой общий по отношению к западной экономике связан с тем, с большим количеством ошибок прогнозирования, когда финансовые министерства, например, говорят, что вот сейчас российская экономика обвалится, а этого не происходит, и скорее в европейской экономике проблемы наблюдаются. Мы понимаем, что люди тоже это видят, и они сталкиваются с проблемами просто в повседневной жизни. И с другой стороны, есть попытки поддержать банковскую систему. Парламенты в Европе приняли решения, в соответствии с которыми они смогут пользоваться накоплениями граждан. То есть мы знаем, что россияне тоже знают, что такое может произойти, но во Франции это не представлялось возможным людям. То есть столкнуться с тем же самым, с чем могут столкнуться россияне, это нечто невообразимое. При этом юристы вам могут сказать, что это вполне возможно. И это, конечно, приводит к общей атмосфере недоверия, потому что есть какие-то недоверия к заявлениям властей, к заявлениям банков. И с другой стороны, мне кажется, что нужно сохранять некоторый оптимизм. И вот как раз пример, который показала нам Россия этой скорости реакции. Мы эту скорость реакции видели и при восстановлении экономики Примаковым буквально за несколько месяцев. То есть мы видим, что это возможно. И это тоже дает нам надежду на то, что экономические системы могут восстанавливаться достаточно быстро. Могу ли я задать вопрос? Да, пожалуйста. Я сначала соглашусь с Элен в ее утверждении, что сейчас российская экономика, ситуация в российской экономике в чем-то похожа на ситуацию 1998 года, когда был запущен восстановительный рост правительством Примакова. Ну и реакция российской экономики в последние два года чем-то напоминает реакцию российской экономики в 1998 и 1999 году. Но у меня вопрос к Элен как эксперту и аналитику. Мы знаем, что несмотря на эффективность новых российских платежных систем и систем взаимных расчетов, эти системы довольно медленно продвигаются при использовании международных торговых связей, для обслуживания международных торговых связей. Многие зарубежные банки даже в таких странах, как Китай и Турция боятся вторичных санкций со стороны США и отказываются от использования российских платежных систем. Тем не менее, наверное, ряд стран мира был бы готов более широко использовать технологические и платежные решения, которые предлагает Россия. На ваш взгляд, какие страны могли бы в первую очередь использовать эти платежные системы? Может быть, в Африке, может быть, в Латинской Америке, может быть, это могли бы быть другие страны, которые находятся под американскими санкциями, такие как Иран и Венесуэла. Вот кто бы мог стать помощником России в продвижении платежных систем во всем мире? На ваш взгляд. Спасибо большое за ваш вопрос. Очень интересный вопрос. Итак, что касается тех стран, которые опасаются санкций, даже если они сначала отказываются от использования российских систем, потом находятся какие-то способы это делать. И если мы исследуем систему финансовую и банковскую систему в истории России, каждый раз, когда есть какое-то ограничение, все акторы пытаются обойти эти ограничения. чем больше ограничений, тем больше новых возможностей их обойти. Поэтому Турция и Китай, например, мне кажется, не полностью готовы подчиниться финансовому диктату штатов, и я уверена в том, что платежная система имеет силу будет развиваться. И второй момент. Есть страны, которые готовы использовать российскую систему или вдохновляться ей. Это, конечно же, африканские страны, особенно те, которые хотят добиться автономии от Франции и французское правительство, как мне кажется. Поэтому так чувствительно относятся к отношениям между Россией и африканскими странами. Затем, конечно, страны, которые находятся под санкциями, и у них есть стратегия выживания под санкциями. Это Иран, Венезуэла, Венезуэла и другие страны. И еще, конечно же, пример, которым я часто думаю, это страны, которые не признаются в мире. И в них прекрасно работают российская платежная система, все рады, все счастливы. Поэтому эти непризнанные страны могут пользоваться российской системой. Эта практика постепенно расширяется, и мне кажется, что необходимо дождаться саммит БРИКС в Казани. И вот этот мультиполярный и многополярный мир, который сейчас выстраивается, он представляет преимущество для денежно-кредитной и финансовой системы, поскольку это дает большую устойчивость к поляризации, которая вызывает проблемы равенства, честности, когда есть какая-то угроза, под которой находятся все экономические отношения территориализма в экономике и так далее. Спасибо большое, Элен. Я хотел бы сделать только один маленький комментарий перед тем, как мы пойдем на перерыв. Когда мы смотрим на заявление ведущими странами, шерпами БРИКС, теми, кто готовит следующий саммит, мы видим идею использования национальной валюты между странами БРИКС, что приведет к сложностям в координации между этими валютами. Поэтому я задаю с вопросом, возможно, система похожая на ту платежную систему, которая существовала, работала в Европе, между европейскими странами. Возможно, такая система могла бы использоваться. Платежи будут осуществляться в национальной валюте, но будет использоваться похожей на европейскую систему. И я помню, что был еще один семинар, организованный Дмитрием, где был бывший министр финансов Алжира, и он говорил о подобной схеме. Мне кажется, это совершенно разумно и логично. Ну что ж, коллеги, мы хорошо поработали сегодня утром. Я думаю, что нам нужно всем немножко отдохнуть.